Приветствую всех на канале Notix! Сегодня мы распакуем игровой ноутбук начального уровня, который называется Asus TUF Dash F15. Вообще в оригинале эта модель вышла в прошлом году, получается, и тогда мы не успели ее обозреть, потому что она у нас появилась, не было возможности взять, ну да, это все не столь важно. Но в этом году вышла обновленная версия лэптопа с видеокартами 3050, именно такой ноутбук у меня здесь есть. Единственное, что меня смущает при этом лэптопе, в принципе, это процессор, потому что здесь установлен 4-ядерный 35-ваттный процессор Intel Core i5 11300H, что не очень круто для 2022 года, зато здесь 75-ваттная версия 3050, что как раз неплохо. А еще здесь довольно емкий аккумулятор, если не ошибаюсь, чуть ли не 76 ватт-часов, экран 144 герц, но, правда, матрица здесь достаточно базовая IPS на 250 нит яркость. Посмотрим потом, кстати, как она под цветопередача и так далее. То есть, в принципе, он выглядит довольно неплохо для ноутбука начального уровня, если бы не процессор. Сейчас мы посмотрим, что здесь вообще, в принципе, в коробке есть. Здесь есть адаптер питания мощностью 180 ватт, power cord и, в принципе, на этом все, никаких дополнительных штук здесь не предусмотрено. Ну, какая-то менталатура, ничего интересного здесь нет. Поэтому, кстати, чтобы вы познали, здесь тоже пусто. Вот, видите, пусто, пусто. Чтобы мы к этому уже не возвращались. Поэтому коробку, я думаю, сразу убираем. Ибо, раз адаптер питание я вам показал, то больше ничего интересного показать вам не смогу. Итак, открываем ноутбук, на этот раз без барабанной дроби. В прошлый раз вас Павел порадовал. И смотрим. Для начала он выглядит немножко по-другому, нежели обычный TUF. То есть, он такой, кажется, немножко тоньше. Чуть приличнее, как мне кажется, по дизайну, по крайней мере, по бокам и по крышке. Вот, можете посмотреть, здесь вот так все устроено. Это, кстати, алюминиевый сплав. Весь стальной ноутбук, насколько я могу судить, пластиковый. И давайте откроем, взглянем, что к чему. Вот так открываем. Это максимальное раскрытие экрана. Он, как вы можете видеть, небольшой. Причем, второй момент, что я могу отметить. Веб-камеры здесь никакой нет. Вообще, веб-камеры нет. Микрофоны есть, вот они, две точки для микрофона, две прорези. А веб-камеры нет. Что не очень круто. Ну да ладно, смотрим дальше. Клавиатура здесь такая же, как и в TUF. Она, кстати, не прогибается, даже если сильно нажимать. Кнопка включения вынесена отдельно. Отдельно еще вынесены клавиши. Получается регуляция громкости, отключение микрофона того самого. Камеры нет, поэтому кнопка отключения камеры здесь, наверное, и не нужна. И, я так понимаю, вызов Armory Crate, специальная клавиша. В целом, все, в принципе, неплохо сделано. Мне нравится. Здесь, само собой, есть диодная подсветка. Правда, опять же, на данный момент не могу сказать, она здесь только белая или RGB. Это все по подробному обзоре я вам расскажу. Ну, закреплен неплохо, по крайней мере, ничего такого. Он, кстати, небольшой тачпад, но взымается достаточно туго. Но, в целом, не дребезжит, что уже неплохо. Больше пока что на данный момент ничего сказать об этом не могу. Так, экран я, в принципе, наверное, уже рассказал. Повторюсь еще раз. Здесь матрица IPS уровня с Full HD разрешением. Частоты обновления 44 Гц. И яркость для нее заявлена 250 ниньв. Посмотрим, как по цветопередаче. Ну да, я точно уже говорил. Далее посмотрим на выхлоп системы охлаждения. Здесь точно два вентилятора. Вот здесь у них забирается холодный воздух. Вот еще решетка. Здесь решетка, она фейковая. Здесь ничего не прорезано. Сами динамики для вывода звука, они здесь располагаются. Я там вижу раз, ну, порядка четырех теплотрубок. Может, даже больше из того, что я вижу. И, соответственно, выход системы охлаждения идет назад и по бокам. Взглянем еще на порты. К слову, про порты. Здесь есть Thunderbolt, что неплохо, опять же, для ноутбука начального уровня. RJ45, видео выход HDMI, USB 8,5-мм аудиоразъем и разъем для подключения адаптера питания. С другой стороны, у нас еще два USB Type-A. И, к слову, Asus, видимо, что-то с ними не так. Но все эти порты USB 3.0 и выше версии. В целом, могу сказать, что у меня только положительные эмоции пока что по поводу этого лэптопа. За счетом отсутствия камеры. И мне прямо интересно, как он покажет себя в тех немногих играх, которые я обычно показываю. А также стресс-тестах и всем остальном. Напишите, что вы думаете по поводу этого ноутбука. Кстати, по-моему, эта поверхность будет покрываться следами от рук, всякими разводами и так далее. Но, опять же, мы на это посмотрим. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Что вы думаете об этом лэптопе и что от него ждете. А мы с вами увидимся в подробном обзоре. Всем пока!